Так какие преимущества или какие недостатки скрывает украинский паспорт? Об этом эксперт по туризму Юрий Пасечник. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Рады видеть вашу очаровательную улыбку. В какие популярные страны украинцы могут летать без виз сегодня, сейчас, в 2021? Да, давайте для наших зрителей немножечко определимся. Есть страны, открытые для украинцев. То, о чем только что говорили, их очень много. И для частных путешественников, для каких-то командировок Украина открыта для очень многих стран. То есть это и Центральная Америка, это и Африка. Что касается направлений массового туризма, то традиционно это Турция, Египет и две страны, которые никогда бы не подумали, что мы будем туда массово летать. Это Доминикана и Мальдивы. Поэтому в эти страны мы летим совершенно спокойно, пакетными турами. Это то, что комфортно для наших туристов. Туда все включено. То есть один раз заплатил денежку в турагентстве, и ты летишь, ни о чем не думаешь. Туда уходит перелет. Действительно, сейчас открыли многое. Может, материально для наших сограждан это и дороговато, скажем так. Но, по крайней мере, сам факт уже приятен. Скажу, что цены очень приемлемы. Сейчас полететь на Мальдивы и в Доминикану стоит значительно дешевле, чем это было еще до коронакризиса. Не было бы счастья, да не счастье помогло. Именно тот случай, наверное. Совершенно верно. Ну вот смотрите, еще недавно открыты для нас страны. Некоторые страны снова поставили табу на безвиз, на украинский паспорт. Что это за страны и с чем, по вашему мнению, это связано? Было всем приятно, когда Европа открыла для нас свои границы. Безвиз, биопаспорт заграничный давал нам возможность путешествовать по Европе совершенно свободно. В связи с коронакризисом такие массовые страны для отдыха пляжного, как Италия, Испания, Канарские острова испанские, то есть побережья Средиземного моря, сейчас, к сожалению, закрыты. И в связи с тем, что коронакризис и Европа на замке. Но есть очень хорошие новости от некоторых стран, о них я, наверное, скажу чуть позже. Расскажите, расскажите, ну, возможно, не про европейские, вот личная заинтересованность ведущей. Что с Грузией? Когда можно вообще спокойно летать в Грузию? Грузия сказала нам, велкам, мы можем посещать Грузию, но есть ограничения чисто технического плана. Да, потому что гостеприимная Грузия требует тест из Украины, тест нужно делать в Грузии и тест по прилету обратно. Вот тест в Грузии смущает очень многих, плюс ограничения карантинные, но все-таки Грузия страна для, скажем так, для хорошего, качественного, сытного, гостеприимного отдыха. И вот эти вот некоторые ограничения по ковиду все-таки смущают. Мы надеемся, что... Тем не менее, Грузия была очень долгая и очень жестко закрыта, в отличие от той же Турции. То есть это какой-то такой первый шажочек. Кто-то еще вот немножечко приоткрыл дверь, замочную скважину? Да, европейские страны, ну скажу так, что восточноевропейские страны, в частности Черногория, Хорватия, Албания, которые были открыты и в прошлом году, сейчас в этом году они тоже открыты для украинцев. И туры пакетные очень интенсивно бронируются в эти страны. Что касается двух других стран, которые мы очень ждали, это Кипр, греческий Кипр и Греция. Кипр объявил, что он открыт для Украины. Нам необходим тест туда, сделанный здесь, в Украине, за 72 часа. Тест по прилету и тест по возврату. Что касается Греции, то с середины мая Греция должна быть открыта для нас совершенно свободно, как и Турция и Египет. То есть тест из Украины мы делаем, прилетаем в Грецию и совершенно свободно мы путешествуем по Греции. Тест по прилету не предполагается. Также возможно наличие справки от медучреждения о наличии антител, то есть переболевшие люди. И если кто уже успел сделать вакцинацию, то документ о вакцинации. Кто этого не сделал, то достаточно сдать тест здесь, в Украине, и мы можем спокойно передвигаться по Греции. И что очень радует меня, как жителя города Днепр, с конца мая или где-то середины июня, не буду загадывать, должна быть назначена полетка из города Днепр в аэропорт Салоники, Греция. Ну, будем жить, будем посмотреть, знаете, если говорить одесским языком. Ну, на самом деле, очень хочется, наконец, иметь возможность передвижения спокойного по миру. Я думаю, что вот совсем расслабленно ближайший год не светит. Наверное, все-таки прав был Илон Маск и не только, и Билл Гейтс, которые предполагали, что, скорее всего, пандемия пойдет на спад в 2022 году. Но вот потому что вы сказали, Юр, и потому что сегодня мы считали сети. Все-таки в некоторых странах вот этот градус напряжения по ковиду спадает. Ситуация с Турцией. Для россиян она закрыта вообще, для нас она открыта. Все-таки это больше политическая игра. Конечно, да. Политика очень тесно связана с экономикой в нынешнем мире. Поэтому в России до 1 июня массовый отдых в Турции заказан. То есть отменяется полетка из России. Сейчас те, кто находятся в России, в Турции или в том же Египте, они очень, скажем так, с трудом могут вернуться вообще на родину. Для Украины это и плюс, и минус. В чем плюс? Ну, во-первых, очень существенно упали цены на отдых в Турции. В частности, на майские праздники. На длительные майские праздники, которые вот уже скоро у нас будут. Второе. То, что для многих украинцев просто как бальзам на душу. И мне в частности отсутствие большого количества россиян на отдыхе. Ну, по крайней мере, меньше провокаций каких-то. Да. И все-таки сейчас уникальное время. Можно путешествовать по массовым направлениям и не видеть большого количества туристов. То есть это открывает доступ к достопримечательностям свободы, те же фотозоны и так далее. В чем минусы для нас? Сервис некоторых отелей все-таки может просесть, потому что все-таки денег будет меньше переезжать. Поэтому некоторые услуги могут быть в ограниченном количестве. Ой, вы знаете, мне кажется, что мы настолько соскучились по путешествиям, что если очень хочется, то поспим и стоим. Спасибо вам большое, Юрий Пасечник, эксперт по туризму в нашем эфире. Реальная информация полезная. Будем рады вас видеть. И не раз, пожалуйста, приходите в наш эфир, если у вас будут какие-то новости.